Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 февраля. Преподобный Конон родился в Киликии. Еще в молодости принял монашество в монастыре Пентукла на Иордании, где был рукоположного пресвитера. О строгом подвижнике узнал архиепископ Иерусалимский Петр и посылал к нему народ для крещения. Преподобный Конон крестил приходивших и помазывал святым миром, но избегал крестить женщин. Однажды ему явился святой Иоанн Претеший, креститель Господний, и обещал помогать молитвами в борьбе с искушениями. Из Персии пришла девушка для крещения. Она была так красива, что преподобный Конон не мог помазать ее ногой святым миром. И тень двухднейного крещеная оставалась непомазанной миром. Преподобный Конон хотел найти благочестивую женщину, чтобы поручить ей миропомазание. Но найти такую женщину было трудно, потому что место было пустынным и селений поблизости не было. Подвижник решил покинуть обитель, но на пути ему явился вновь святой Иоанн Претеший и сказал, «Возвращайся в свой монастырь, я помогу тебя освободить от искушения». Преподобный Конон пытался возразить, говоря, что явившись прежде, Иоанн Креститель уже обещал ему помочь избавиться от искушений. Тогда святой Иоанн Претеший оценил подвижника крестным знаменем и сказал, что за борьбу с искушениями он получает награду. Потом повелел возвратиться в монастырь и ни в чем не сомневаться. Преподобный Конон послушно исполнил совет Претеший Господне и тотчас помазал миром новокрещенную персиянку, даже не заметив, что она девушка. После этого святой подвижник прожил в обители двадцать лет и, достигнув совершенной бесстрастности, с миром отошел к Богу около 555 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова